Что пить во время длительной поездки на велосипеде? Что и как пить в ходе тренировок и длительной езды на велосипеде? Казалось бы, все просто, пей водичку из фляги или гидратора, и никаких проблем. В случае спокойного катания, вокруг клумбы, так есть, но стоит только начать вкручивать более активно или отержать подальше от дома, как о питье надо задуматься. Как известно, велосипедисты должны постоянно пить, это не вопрос комфорта, а жизненная необходимость. При активной нагрузке вода начинает стремительно покидать наш организм, потом, мочой и даже с дыханием. Само по себе снижение уровня жидкости в организме очень вредно, но для велосипедиста это вредно вдвойне. Предохраняющие наши коленные суставы от истирания физиологическая смазка перестает вырабатывать в достаточном объеме, колени работают на сухую. В сочетании с большими дистанциями и низким коденцем, это буквально до нескольких тысяч километров может привести человека к серьезным проблемам, с которыми отбудет мучиться всю жизнь. Частая ошибка новичков, они гонят целый час, потом делают привал и выпивают полфляги. Это категорически неправильно, путем все так же, как с едой и отдыхом, нужно пить чуть раньше, чем почувствуешь жажду. Со временем начинаешь понимать свой организм, а для начала очень хорошо помогает гидратор. Сосок все время болтается рядом, и нужно время от времени делать пару глотков, даже если пить не очень-то и хочется. Учтите еще такую вещь, чем холоднее погода, тем меньше хочется пить, при этом жидкость теряется ничуть не меньше. Надо пить. Теперь о изотониках и энергетических напитках, нужно ли их употреблять. Начнем с первого. От простой воды этот напиток отличает его состав, в изотониках растворены углеводы, соли, электролиты и еще полтаблицы Менделеева. Как мы уже говорили, под физической нагрузкой человек сильно потеет, а потом из организма выходят полезные вещества. В отличие от воды, изотоник может восполнить потерянное. Изотоники. Изотонический напиток является хорошей подпиткой для мышц, так как углеводы в нем – это чистый сахар, который тут же всасывается в кровь, будучи употребленным. Энергию нашим мышцам дает глюкоза, запасенная в виде гликогена. Периодические глотки изотоника позволяют быстро и постоянно доставлять к мышцам небольшие дозы глюкозы, и организм в свою очередь меньше расходует свои запасы. После дальних дистанций мышцы часто подвержены судорогам, это очень неприятное явление. Виной этому – истощение солей и электролитов в организме. Пот ведь соленый, можете себе представить, как быстро мы теряем соль при вкручивании в жаркую погоду. Обязательно на больших расстояниях нужно пить много минеральной воды, а еще лучше – изотоника. Электролиты – это как раз те вещества, которые способствуют нормальной работе нервных импульсов и сокращению мышц. Когда электролитов не хватает, то судороги – это реакция организма. Так что во избежание – пейте изотоник. Кстати, не нужно пить изотоник литрами, как простую воду. Из-за специфического привкуса изотоника много не выпьешь, поэтому есть такой способ. В фляге на раме у вас изотоник, который вы пьете периодически, скажем раз в 20-30 минут. А в гидраторе обычная вода, глотайте ее постоянно. Это еще и поможет избавиться от неприятного ощущения во рту, которые оставляют изотонические напитки. В продаже изотоников, море, можете купить любой, в принципе, они весьма схожи по своему составу, ибо добавить что-то по-настоящему новое сложно. Слохо то, что часто в спортивное питье вместо сахара используют его заменитель, а для вкуса добавляют искусственные эмуляторы. Энергетики. Теперь немного про энергетические напитки для велосипедистов. В отличие от изотоников, энергетики служат для быстрого эффекта возраста и ощущения силы. Достигается это применением кофеина в высокой концентрации. Кофеин напрямую воздействует на нервную систему, учащается сердцебиение, повышается тонус. Кроме этого, в напитках растворено много углеводов, и поэтому, употребив энергетик, человек чувствует внезапный прилив сил, воодушевление, радость. На мой взгляд, употреблять энергетические напитки в процессе тренировок или марафонов весьма вредно для сердца. Может быть я повторяю расхожее мнение, и гуру спортивного питания меня поправят, но я не вижу реальной причины, почему велосипедист должен подстыгивать свою сердечно-сосудистую систему лошадиными зодами кофеина. Единственный вариант, когда энергетик имеет право на жизнь, это многодневные марафоны. Люди ездят по 18-20 часов в сутки, и чтобы банально не заснуть за рулем, пьют данный продукт. Эти мероприятия стоят далеко от того, что мы называем нормой, и поэтому речи о вреде для здоровья тут не идет. Обычным людям, а особенно тем, кто иногда жалуется на давление или боли в сердце, лучше вообще забыть про энергетики. Что не нужно пить в велосипедных походах. Газировка. Газированная вода. Говорю не о купленной на привале около магазина пол-литровой бутылочки холодной минералки, а о полном замещении обычной воды на газированную. Дело в том, что до день езды вам нужно 4-5 литров жидкости. Столько газировки вредно, углекислый газ плохо влияет на слизистую желудка. Вдобавок, для вывоза углекислого газа потребуется какая-то доля жидкости, получается, эффективность насыщения влагой у газировки меньше, чем у простой воды. Сладкая вода. Лимонов, пока-кола и другие. Тут все просто, слишком много сахара. Даже в напитках с 0% сахара полно заменителей, зачастую гораздо более вредных, чем сам сахар. Выпить баночку холодной фанты в свое удовольствие можно, но нельзя делать это весь день. Несмотря на то, что велосипедист постоянно нуждается в глюкозе, внезапные подъемы уровня сахара до запредельных значений очень вредны даже для здорового человека. Алкоголь. Пиво. Это очень спорный момент для некоторых людей. Есть определенная часть велосипедистов, гордо именующих себя алкобайкерами, и не представляющими себе покатушки без нескольких бутылочек пива. Не советую пить любые алкогольные напитки в велопоходах или просто покатушках. Во-первых, при быстром кровообращении алкоголь очень быстро всасывается в кровь, а в сочетании с жарой это может дать более сильный эффект запьянения, чем когда ты пьешь на скамейке в парке. Во-вторых, пиво очень плохо действует на мышцы. После даже одной банки пива чувствуешь, как мышцы стали какими-то вялыми, сонными. Плохо выдают пиковую нагрузку и падает выносливость. Подводя итог подсказанным, самое правильное питье в дороге это сочетание изотоника и воды. Катайтесь на велосипеде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...